МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Назвал эту красно-желто-зеленую картинку сам автор. Над этой фотографией от Ирины Архиповой хохотнули, что называется, от души это микрорайон ПДК и спортивная площадка. Мужики, хоккей с 11 до 14. Ну да, самое время клюшки доставать. И, пожалуй, вот вам еще одна забавная фотография. Это уже от Надежды. Ворона оседлала фонтан у ДК Солдатова. Эх, как же ей хорошо, весело и интересно. Нам понравилось. Спасибо. Вот знаете, друзья, что иногда очень сложно, когда несколько раз подряд рассказываешь одну и ту же историю, как вот ее еще раз-то назвать? А вот пусть сегодня она называется «Сказка про белого бычка». Все та же улица Циолковского, 14. Мы бывали здесь неоднократно и рассказывали о том, что здесь стихийная свалка мусора. В минувшую субботу пермячка Роза Марковна вышла на балкон и увидела, как помоечку аккуратнейшим образом убирают. Не просто увидела, она сняла это на свой телефон. Трактор приехал, рабочие пришли с лопатами, что называется. Все хорошо и правильно сделали. И вылизали площадочку под метелочку. И мусор утащили до последнего пакетика. Вот, казалось бы, все. Ура, ура, здорово. Живи и радуйся. Напомню, это видео снято всего лишь позавчера, в минувшую субботу. Сегодня понедельник, раннее утро, а пакеты уже валяются плотной кучкой. В общем, действительно какая-то сказка про белого бычка. Получается бесконечно закольцованная то да потому, то да потому, то да потому. Вот даже прямо не знаю. Вот вроде не первый день работаю. Что еще-то сказать по этому поводу, кроме, ну как вам не стыдно, люди? Вот как? Сегодняшний кадр дня от дежурного по городу нам даже искать не пришлось. Он, как говорится, сам к нам пришел. Посмотрите на лобовое стекло нашей машины. Видите вот это вот шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп? Это не капли. Это снежные хлопья. Сегодня, пожалуй, самый первый снег с дождем. Да, разумеется, он не ляжет на землю белым покровом. Но согласитесь, события. Вообще говоря, эта выставка называется «Бисерные искры». Но работа здесь далеко не только из бисера. Вот, пожалуйста, камень природный. Альбомы в технике скраббукинга. Но, конечно, бисера здесь больше всего. Ручная вышивка, какие-то перья, еще что-то, еще что-то. И вот вам, пожалуйста, чеширский кот. И вот вам, пожалуйста, рыбка-симпатяга. Все это – выставка работ мастера декоративно-прикладного искусства Ксении Щепелиной. И работает она в Центральной детской библиотеке на Чернышевского, 5. Конечно, мы вам сейчас все это покажем с огромнейшим удовольствием. Но заодно подскажем, что работает выставка до конца октября. Напоследок, как всегда по понедельникам, дежурный подводит очередные итоги конкурса на лучшую новость недели. И победителем нынче становится у нас Флюра Бакиева. Напомним, она прислала очень позитивное видео про невмеру общительную белку в Балатовском парке. Нам очень понравилось. Дорогая Флюра, вам достаются два сертификата от семейного развлекательного центра «Фанки Таун» в торгово-развлекательном центре «Аймол Эспланада». Семейный парк развлечений «Фанки Таун» дарит подарки. Соберите как можно больше купонов на розыгрыш ценных призов. Игровой ноутбук, игровая приставка, электрический самокат. Розыгрыш 5 ноября. Ну а Игорь Гиндис и Александр Худяков на этом заканчивают свое сегодняшнее дежурство. Не забывайте номер нашего мессенджера Viber 8 951 952 02 22. Ну а на сегодня все. Свидимся. Спасибо. Удачи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова